МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рассчитали, исходя из цены на нефть, 50 долларов за баррель. И большая реконструкция. Пропускная способность внутреннего терминала аэропорта Уфы увеличится в два раза. Правительство страны не будет поддерживать ипотеку на вторичном рынке жилья, предоставляя льготные ставки. Программа отклонена на неопределенный срок в связи со сложной экономической ситуацией. По мнению экспертов, если бы инициативу Минфина и Минстроя о субсидировании ипотеки на вторичном рынке жилья одобрили, то это стимулировало бы строительство новых квадратных метров. Предполагалось, что деньги субсидироваться будут именно те ипотечные сделки на вторичном рынке, те, которые пойдут на приобретение первичного жилья. Если деньги идут на первичное жилье, это стимулирует строительный рынок, стимулирует предложение, стимулирует новый ввод квадратных метров по России. Правительство Башкортостана прогнозирует рост малых предприятий на следующий год в пределах 2%. Данные опубликованы на официальном портале правовой информации республики. В частности, по плану, количество малых и микропредприятий должно быть не менее 42 260 единиц. По данным на июль этого года, таких организаций было на 780 меньше. Как отметили в Госкомитете Республики по предпринимательству и туризму, рост микропредприятий в Башкортостане стабильно невысок, хотя в республике действует несколько программ по поддержке малого бизнеса. Большую работу делаем потому, чтобы то количество, которое уже есть, они развивались, укрупнялись, превращались в средние предприятия. На это направлено, скажем так, 70% всех финансовых, конструкционных и прочих предложений для предпринимателей. Минфин Башкортостана рассчитал республиканский бюджет на следующий год, исходя из цены на нефть в 50 долларов за баррель. Сегодня об этом сообщила глава ведомства Рида Субханкулова. Предполагается, что доходы от налоговых и неналоговых поступлений составят более 102 миллиардов рублей. Дефицит главного финансового документа региона ожидается в объеме 10 миллиардов. По словам министра, в отличие от федерального бюджета, который рассчитан только на один год, в Башкортостане предлагается трехлетнее среднесрочное планирование. Бюджеты на 2017 и 2018 годы будут скорректированы. Последний месяц цены на нефть колеблются в районе 48,52 долларов за баррель. Аналитики прогнозируют сохранение текущей динамики и в 2016 году. Цена нефти 50 долларов за баррель. Баррель – это как Российские Федерации закладывают. В принципе, мы тоже в своих расчетах так закладываем. Наши расчеты бюджета субъектов не сильно зависят. Мы бюджет считаем в рублях, в долларах не считаем. И сейчас на прямую связь со студией РБК УФА выходит начальник управления ценных бумаг и валютного контроля Башкомс на банка Азад Амиров. Азад, здравствуй. Ждем от тебя новости с валютных рынков. Добрый день, Кирилл. Согласно отчету нефтесервисной компании Baker Hughes, количество нефтяных установок США на прошлой неделе снизилось до пятилетнего минимума. И сейчас составляет 614 штук. Этот факт, а также геополитическая напряженность, связанная с Сирией, толкает нефтяные котировки наверх. Сегодня нефть дорожает чуть более чем на 1%. Brent торгуется по 48,65. Light по 46,01 долларов за баррель. Рубль на этом фоне ожидаемо укрепился примерно на 80 копеек по отношению и к доллару, и к евро. Текущие котировки 65,21 по доллару и 73,23 по евро. Российские фондовые индексы. MySix плюс 1,6%, RTS плюс 3,5%. Обыкновенные акции Башнефти сегодня торгуются без изменений. 1719 рублей привилегированные дорожают на 1,1%. Сейчас торгуются по 1457 рублей за одну акцию. Кирилл? Да, Азад, спасибо за информацию. Реконструкция терминала внутренних авиалиний аэропорта Уфы предварительно оценена в 2 миллиарда рублей. Сейчас идет поиск разработчиков проекта, начальная цена которого 135 миллионов. Руководство авиавокзала планирует таким образом увеличить пассажиропоток с 600 до 1200 пассажиров в час, то есть в два раза. Дополнительно к действующим прибавятся еще три телетрапа. Финансирование предполагается из собственных средств аэропорта и за счет привлечения инвесторов. Работы начнутся в сентябре следующего года. Предварительная оценка, значит, конечно, мы в проекте заказали технико-экономическое обоснование стоимости, но по нашим, так сказать, исходя из опыта, более 2 миллиардов. С учетом инженерного наполнения, технологического оборудования и строительно-монтажных работ. На сегодняшний день в терминале внутренних рейсов аэропорта Уфа уже более месяца идут работы по расширению правого крыла здания. Вместо офисных помещений здесь появится зал для обслуживания бизнес-пассажиров, расширится так называемая чистая зона для эконом-класса и вылетающих с детьми. О новостях пока все. Дарья, смотрите проект РБК Уфа, интервью с моей коллегой Екатериной Тимиряевой. Редактор субтитров А.Семкин